Она очень хорошо помнит этот день. Такое забыть невозможно. Анна Петровна была подростком, когда ее родной Севастополь начали бомбить. Она жила совсем рядом с улицей Подгорной, куда фашисты сбросили первые авиабомбы. Я сама лично видела, как выносили голеньких ребят, детей маленьких, и слаживали под стенку. Вот, стекла были выбиты. А когда мы пришли домой, то папа сказал, что передали по радио, что началась война. От сильных бомбежек детей прятали в пещерах на Максимовой даче. Анна бегала в город добывать еду. В ее семье было пятеро детей. В один из дней она не смогла вернуться к своим братьям и сестрам. Это были последние, самые трагические дни Второй обороны Севастополя. Город был выжжен и изуродован. На каждый квадратный метр севастопольской земли было сброшено до полутора тонн металла. В мае 42-го Кирченско-Феодосийский плацдарм был сдан. Наши войска ушли на Кавказ. Командующий 11-й немецкой армией Эрих фон Манштейн получил возможность сконцентрировать весь удар воздушных сил, моторизованных частей и крупных орудий на Севастополь. Немец бросал не только бомбы, но и бочки, и всякую металлу. То я вынуждена была вернуться назад, домой. Тогда больше я туда не попала, потому что через два дня нас уже оккупировали. Руководство Приморской армии эвакуировалось на подводных лодках, самолетах, катерах в числе первых. Спаслись только те, у кого были специальные талоны на эвакуацию. Их выдавал офицерскому составу военный совет. Всего покинули Севастополь около трех тысяч человек. Остальные 80 тысяч были брошены. Женщины, дети и старики. Солдаты и матросы. Из них более 35 тысяч раненых. Были оставлены на мысе Херсонес. Самый тяжелый день был, самый тяжелый день, который запомнился не только мне, а нашим, кто все видел. Это когда гнали наших военнопленных. Моя мама в это время находилась на пожарово. Она пошла воды взять. И в это время гонят наших военнопленных. И она, при ней застрелили одного парня, который не мог идти. Мама пришла домой. С ней была страшная истерика. Она упала на пол. Мы все плакали. Первую партию загнали в тюрьму. Остальных на Матюшенко. Анна Петровна вспоминает, на улице Матюшенко был лагерь для военнопленных. Анна тайком носила еду нашим бойцам. Потом мама устроила ее на хлебозавод пекарем. Там 15-летняя Анна работала до тех пор, пока не узнала, что всех детей собираются увозить в Германию. Тогда девушка перешла работать в аптеку. Аптека находилась на Льва Толстого в школе. В вестибюле была аптека, а наверху все наши раненые. Анна ухаживала за ранеными бойцами и помогала устраивать им побеги. А потом ушла в подполье. Она была связной. Выжила только потому, что ее не оказалось в расстрелянных списках подпольщиков. В 44-м году она встречала советские танки с букетом сирени. После освобождения Севастополя Анна Кириллова работала телефонисткой на главпочтамте. Потом в штабе Черноморского флота. День победы она встретила на своем рабочем месте. В 45-м году Анна Петровна познакомилась с моряком-подводником и через несколько месяцев вышла замуж. С юбилеем ее пришли поздравить самые близкие люди. У Анны Кирилловой сын, двое внуков и двое правнуков. В 90 лет она самостоятельно содержит дом в чистоте и порядке. Ведет хозяйство. Все хозяйство ведет она сама. И убирает, и пылесосит, и стирает тюль. Короче говоря, все делает. И этим же она занималась всю жизнь в семье. Так что таким человеком можно только гордиться. А вот напутственные слова ветерана молодому поколению севастопольцев. Чтобы любили мою родину. Для меня Россия – это все. Мы жили при Украине. Меня не били, но унижали. Все время запрещали русский язык. И самое главное – спасибо Путину, Чалому, Аксенову и Константинову. Эти четыре человека, которые боролись за наше освобождение. А еще Анна Кириллова обратилась с просьбой к нашему телеканалу рассказать о том, что на мемориальном кладбище коммунаров за обелиском защитником Пятого бастиона находится братская могила защитников Севастополя, расстрелянных фашистами в 1942 году. Их сбрасывали в яму десятками. Это происходило на ее глазах. Сейчас на этом месте растут большие деревья, вспоминает ветеран. А это книга памяти города-героя Севастополя в семи томах. Здесь поименные списки погибших. Их более 110 тысяч. Треть числится без вести пропавшими. Может, кто-то из них покоится здесь, говорит ветеран. Останки последних защитников Севастополя необходимо поднять и захоронить с воинскими почестями. Маргарита Пронина, Анатолий Паньков, Севинформбюро.